Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кадастровые инженеры Пушкинского отдела Московского областного БТИ оперативно подготовят технические планы, акты обследования и межевые планы земельных участков. Специалисты проведут техническую инвентаризацию, а также судебные и досудебные экспертизы и оценку имущества. Геодезисты составят схему расположения земельных участков и выполнят топографическую съемку. Сотрудники филиала имеют доступ к архивным данным Московского областного БТИ. Пушкинский отдел Московского областного БТИ – разумные цены при высоком качестве работ. Приглашаем все города и районы принять участие в общеобластном конкурсе «Стады Подмосковья». До 10 сентября продлен прием заявок на первый этап «Конкурс проектов». Вы можете предложить свой проект «Стада». Подробности на официальном сайте администрации вашего муниципального образования и Министерства ЖКХ Московской области «Стады Подмосковья». Делаем город цветущим! Здравствуйте! В эфире Пушкинского телевидения информационная программа «Наши новости» в студии Павел Розин. Смотрите сегодня в выпуске. Осень – время праздника. Ашукинцы отметили день поселения. Ужасы нашего городка. Сергей Веребенюченко осмотрел основные проблемные объекты в Софрино-1. Военный городок Софрино-1 постепенно переходит в ведение муниципалитета из того, что передано в основном изношенной коммуникации. Исполняющий обязанности руководитель района администрации Сергей Веребенюченко посетил городок в рамках рабочего визита. В свете скорого старта отопительного сезона особое внимание амбулатории и котельной. Наши жители к этому очень привыкли. Им это очень нравится и устраивает. Но как бы по мере записи у нас... Устраивает что, очередь? Нет, не очередь. Потому что они записываются по электронной регистратуре и могут в свое записанное время прийти к врачу на прием. Тут необходимо строить новую нормальную поликлинику. Других вариантов нет. Нами уже разработана такая предварительная концепция развития вообще в целом городка. Ну, как зонирование, да. Что-то типа проекта планировки. И подразумевается такой прям серьезный участок, который идем по строительству поликлиники. Раньше мы получали коммунальные льготы. Так как медики получают, так как педагоги получают социальные льготы. Да, компенсацию за коммуналку. Мы до 14-го года, до января, мы все это получали. Как только открыли наш городок, и эта земля повисла в воздухе, с нас сняли эти льготы. И мы теперь судимся, ходим, доказываем, что мы где жили, там и живем. Мы сейчас готовим судебный иск, прорабатываем тему, ну, смысл его отменить, постановку на кадастровый учет конкретного участка лесного фонда. Проблема в том, что он встал уже на постоянный кадастровый учет, не временный, а постоянный. То есть, если временный, когда можно было как-то по письму... А вы готовите к регистрационной палате федеральной? Да, ну, конечно, оттуда начнем стартовать. Помощный лапик? Обязательно, да. Я когда подготовлю позицию саму судебную, я к вам обращусь. Хорошо. То есть, это такая песня, скажем так, небыстрая. С экономической точки зрения лучше было... ...построить новую котельную, современную, которая меньше потребляет и больше мощности дает. Но у нас сегодня задача стоит не оставить людей без тепла. Вот насколько целесообразно решение этой задачи? Мы не можем сегодня себе позволить построить новую котельную, то, конечно же, целесообразно ремонтировать ту, которую мы имеем сегодня. Использовали весь свой резервный фонд, он у нас составлял 700 тысяч рублей. Но нам хватило это только на то, чтобы запустить горячую воду, помочь теплосети. Мы все деньги отправили в теплосети, они... ...по решению КЧС, да, района. И, собственно, смогли тут горячую воду запустить. На забор там не оставалось. Продолжился объезд исполняющего обязанности руководителя района администрации осмотром котельной СЭМЗа, индустриального парка Холмогоры и объектов поселка Дальний. Обо всем подробнее расскажет Анастасия Спирина. Район провел комиссию по чрезвычайным ситуациям. Здесь реально происходит угроза жизни и здоровью людей, детей. Помимо жителей, данная котельная еще отапливает детский садик и дом культуры, в котором работают несколько кружков. Ну, в общем, порядка 250 детей точно также находятся постоянно там на территории этого клуба. В очереди приходится долго сидеть? Да и нет. Что мы там сидим? Всего ничего. Обслуживать быстро, хорошо, грамотно. Все в порядке? Все в порядке. Заходите! Вот, видите? И архивы в кабинетах у врачей? Ну, у нас нет отдельной детской регистратуры. У нас тут практически не хватает площади. То есть врачи самостоятельно ведут все истории болезни и хранят их у себя? Да. Ну, вторая-то не горит и стульчак куда дели. Завтра пришлете фотографию горящих двух лампочек со стульчаком. Мы уже предварительно проводили обследование. Все там хорошо, но вопросы только есть в проемах. Поговорили с пожарными. Они вроде как бы готовы пойти нам где-то навстречу. Сказали механизму, как правильно сделать, чтобы оставить все проемы лестничные. В этом году ремонт фойе. У нас еще есть танцевальный зал. Мы планируем его реконструировать в следующем году. Здесь танцы, рисование, вокал от трех лет и до семнадцати. Вот девочки танцуют у нас очень хорошо. Обе очереди планировалось 1115 рабочих мест. В первую очередь, та, которая введена в эксплуатацию, порядка 500. Но на сегодняшний день уже при загруженности 50% мы имеем 450 рабочих мест. Ориентация у нас, конечно же, на окружающие районы, непосредственно деревни Талицы, Софлина. Помогаем всем местным жителям, с трудоустройством. В Ашукино отметили сразу два праздника. 79 лет со дня образования одноименного поселка и 10-й год существования городского поселения. Широко отмечают подобные даты вот уже шестой год. Что нового приготовили власти для жителей, расскажет Алена Якубовская. Передавай, передавай за деду шляпу. До торжественного открытия двухчасовая развлекательная программа. Ее организовали силами домов культуры поселения. Помимо конкурсов, концерт местных творческих коллективов. Мне нравится, что здесь занимаются детьми очень много. И выступления все проходят на профессиональном уровне. Мы очень любим свой поселок и благодарны ему за то, что он дарит нам радость такими маленькими концертами. В нашем поселке очень много талантливых детей. И школа помогает этим талантам раскрыться. Буквально в один голос ашукинцы отмечали, год от года поселение развивается. Все стало красиво. Каждый год меняется, все в лучшую сторону. Везде дороги заасфальтировали. Вообще стало намного удобнее и веселее жить. В 2015-м в поселении заасфальтировали больше 10 километров дорог, сделали несколько десятков тротуаров и начали облагораживать зеленую зону у футбольного поля. Если в прошлом году мы там сделали, часть расчистили и стали прокладывать тротуары с парковым освещением, в этом году мы еще продолжили, сделали там дорожку. Где-то около полутора километров у нас получилась такая кольцевая дорожка. Почти вокруг парка можно гулять. Уже по традиции торжественная часть праздника открывается в сопровождении оркестра Софринской бригады. Отметить день поселения собрались не только местные жители, но и те, у кого многое связано с этими местами. Здесь прошли последние годы моего мужа, бывшего командующего внутренними войсками, который был здесь частым гостем. И в настоящее время и ашукинцы хранят добрую, светлую память о нем. Мне это очень приятно. Я, конечно, обязана была, должна была сегодня быть на празднике этом. Почетных гостей встречают хлебом с солью. Они, в свою очередь, не оставляют Ашукины без подарков и поздравлений. Поздравляю вас всех, от всей души, с вашим праздником, с днем рождения. Ну и чтобы долго не затягивать, давайте троекратное ура! 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 От всех глав хочется подарить часы, чтобы эти часы отсчитывали только самые счастливые мгновения. А вот Софринская бригада преподносит Ашукина творческий сюрприз. Впервые на дне поселения спецназ с показательным выступлением. В зрительном зале почетные жители поселения. Каждый из них сделал многое для родного уголка. Тамара Архипова и Тамара Филатова организовывают праздники для пожилых людей и собирают информацию об участниках войны. Мы ходили всех родственников, и все нам давали сведения. У кого не было фотографий в нашем клубе, в Даниловском доме культуры, приносили фотографии. А на 9 мая мы шли с этими фотографиями сюда, с песнями, с военными. Они вместе с другими заслуженными ашукинцами получили грамоты от местной администрации. Сразу после награждения впервые наряду с местными артистами поселения поздравили Цыганский театр «Ромэн», ансамбль «Лейся песня» и группа «Руки вверх». Алена Якубовская, Мария Михеева, Виталий Ильин. Пушкинское телевидение. На этом выпуск новостей подошел к концу. Спасибо за внимание. Увидимся в эфире. До свидания.